Дорогие друзья, мы решили приготовить черничную водку. Для этого у нас есть пол-литра черничного варенья. Это черничное варенье мы должны процедить сквозь сила, иначе у нас ничего не получится. Следуем за мной, друзья. Все, что можно, выцеживается сквозь наши сила. Оставшиеся мы далее сможем использовать в дальнейшем, но пока делаем то, что у нас есть. Нам будет достаточно того, что процедилось. Но, друзья, следуем за мной. Мы с вами, определив количество черничного варенья, которое мы смогли процедить, желаем сделать так, чтобы нам можно было данное вещество смешать с энным количеством алкоголя, чтобы у нас получилась черничная водка. Это делается следующим образом. Мы берем емкость и через воронку наливаем туда все, что у нас осталось после процеживания. После того, как мы освободили емкость от нашего варенья, необходимо налить точно такое же количество жидкости для получения черничной водки. В нашу емкость мы так сейчас и сделаем. Берем водку. Естественно, процеживать через сито ее нет никакой необходимости. Мы просто нальем ее в воронку. По достижении такого же уровня, как наша отцеженная жидкость от черничного варенья, мы закрываем бутылку водки. Берем то, что может напоминать нам кляп. Ставим, естественно, кастрюлю, из которой было черничное варенье, для того, чтобы мы могли спокойно перемешать то, что у нас получилось. После того, как мы осуществили данное мероприятие, мы хотим, чтобы на стол нам было подано приятный напиток. Ну, в частности, вот в данной бутыле. И из-под алкоголя, который был раздит в коктейбере. Естественно, это делается все таким же путем, как мы делали изначально, когда заливали черничное варенье. Пусть это немного кажется на приключение алхимика, но, уверяю вас, это очень замечательный продукт, который готов к употреблению в любое время дня и ночи. Друзья, черничная водка получилась. Для того, чтобы не было обманом то, что мы вам показывали и делали только что, мы решили, что необходимо будет осуществить дегустацию данного продукта. Итак, друзья, одному, сами понимаете, это сделать несподручно, поэтому со мной вместе есть мой коллега. Мы попробуем сделать это вдвоем. Проверим продукт, который мы с вами сделали, да. Продукт красивый на вид, но мы должны на вкус еще проверить. Как говорится, за качество отвечаем. Да, да, да. Давайте. Будьте здоровы! Ну, давайте. И вам желаем. Надеюсь, что вам понравится наш рецепт. Всего доброго. Спасибо за внимание. Спасибо.